Оттираем старый номер потихонечку. Название тоже ушло. Название почему-то будет черный, номер синий. Осталось нецензурное название. Какое есть. Ну да, не то что мы хотели. Вот вам прям так, понятно. Я просто думаю, сейчас номер один переделаем, а на два не будем мазиться, когда уже домой придем. А? Ну, приклеивать? Да. Ну, либо в любом случае весной его уж не заказать как-нибудь. Я вообще его перекрасила. Ну вот, да, тем более перекрашивать. Белла поймала рыбу как вчера размером. Ну, отпускаешь? Ты будешь отпускать, нет? Конечно. Да вы ли их что-нибудь? Я хочу их побольше, а потом уже будет. Понятно. А мы с Витей освобождаем место для нового номера и нового названия. Да? Да. Ну скажи что-нибудь, это только да мне все время говоришь. Да. К нам остались последние штрихи. От старого названия мы яхту уже освободили с двух сторон. Теперь она полностью не Аманда. По документам она вообще пока без названия. Давай. Остатки последней буквы даются не так легко. Потому что мы уже пришел снова по фену. Да, аман тут. Сказали, что мы сделаем все неправильно. Поэтому нам снова вдруг резко сваждаем. Да, посоветовали все это нагреть сначала феном. И после этого все должно отойти легко, да? Да. Доказательство. Мы вдруг стали резко плохо. Но феном у нас с тобой не оказалось. Только обогреватель. Надо было вынести обогреватель. Не обогреватель. Все! Ба-бам! Теперь пришло время клеить новый номер. Мы решили оставить старый флаг. Страна все-таки не меняется. Да. Ну, и нам меньше работы по отклеиванию. Вот. И сейчас к нему будем клеить номер. Витя уже в этом деле опытный. Мастер. Один номер он уже приклеил. К нашей прошлой яхте. Так что вы можете посмотреть видео об этом на нашем канале в YouTube. Парк, у вас это видео записано. Вот так, что нам не впервой. Система приклейки номеров. Что на маленькой яхте, что на яхте побольше. Одна и та же. Вот Витя кинул вот так вот номер сейчас у нас. Улетит и уплывет. И останемся мы без номера. Что, улетает? Да, он хотел улететь. Какой бредный номер. Сейчас мы удаляем остатки клея растворителем. Бензин, кстати, плохо удаляет. Растворитель лучше. Дети ловят рыбу. Не смотрите, что вылета банка для рыбы пустая. Была ее просто отпустила. А так она сегодня уже штуки 3-4 поймала. Сначала нужно примерить. Номер. Пониже, наверное, нет? Почему пониже здесь все? Ну, флаг, получается, пониже. Почему пониже? А, там белая часть. Пардон. Немного, флаг, да. Просто честно. Да, мы решили не заморачиваться и приклеить номер на скотч. Вот стихосмотр не получить без номера. Мы, конечно, шутим. И так, самое сложное сейчас. Нужно отделить нижнюю подложку. Белла, дай ему удочку. Белла. Так, а флангу надо снимать когда? Да, конечно, качка несколько осложняет дело. Самое главное в этой работе обойтись без пузырей. А так как-то взяли мы два пузыря в прошлый раз. Название хрона получилось. Слушай, мне кажется, в прошлом видео эта шутка уже была. Да? Вот такая кропотливая работа. Практически ювелирная. Так. Витя утопил шкребочек и теперь решил закончить работу банковской карты. Ну, не банковской, а что-то. А что там за карта? Скидочная. Детская какая-нибудь? Скидочная. Получилось немножко не так, как я хотел. Я хотел, чтобы все были на уровне сигарки. А почему бы все остальные буквы пошли выше? Походу, мне буквы неправильно приклеили. Или я как-то неправильно провожу. Не знаю. Ну, ладно, не смертельно. Сюда. Так, а пленку мы будем позже снимать. Да. Так, ну что, сейчас будем перетаскивать яхту обратно на ее место. Вон туда. Витя снова достает свою банковскую карту. Да. Дорогие наши подписчики, вот для вас важно, красивый у вас номер на лодке или нет? Вот мне лично было все равно. Наверное, красота номера у меня в последнюю очередь. Интересовала. Я имею в виду, красивый не по дизайну, а по цифрам. Там зеркальный, нули, девятки. А что, предлагали? Семерки. Нет, в ГИМС не предлагали. Это мне прошлый хозяин сказал, ну вот здесь ГИМС. В принципе, я слышал, что можно договориться о красивом номере. Ну, мне как бы это было вообще не актуально. Вот. А вам актуально? Очень интересно. Я обычно на номера на лодках вообще не смотрю, если честно. Поэтому красиво он там или нет. Наверное, даже не заметила бы. Витя, ты бы заметил? Да, ну вот, Витя говорит, что заметил бы. Вот кранцы, конечно, нам с лодкой достались потрепанные. Вот этот беленький маленький. Это наш закупленный для прошлой лодки, но не успели мы его повесить. Продали со старыми кранцами. Вот. А с этой лодкой нам достались вообще странные кранцы. Разных размеров. Очень-очень потрепанные. Зато вот такие вот здоровые кранцы-держатели. Но если эти кранцы засунуть, эти кранцы-держатели, они снизу повыпадают, потому что они явно не под них. Вот, видимо, придется покупать кранцы чуть-чуть побольше, чтобы пользоваться этими приборами. Как вы видите, мы сейчас клеим только номера. Нового названия у нас пока нет. В общем-то, это не критично, потому что в документах у нас тоже нет названия. Вот если бы мы в документах, при оформлении документа, уже сообщили, какое будет у лодки название, то без названия нам бы не проставили техосмотр. Почему я говорю, не прошли, а не проставили? Просто техосмотр вообще у нас остался от прошлого хозяина. И, соответственно, новым хозяевам его просто автоматически продлевают. Происловие наличия номера. Те, кто смотрел наше видео, как пройти техосмотр в ГИМС, знают об этих моментах с названием, потому что в прошлый раз мы очень-очень на этом погорели. Ну все, номера приклеены с обеих сторон, пленку еще снимать рано. А мы идем искать детей, ушедших гулять. Нашли мы детей. Вон они лазают по камням. Мама! 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 О, ты и... Да! Субтитры сделал DimaTorzok